И всем привет, ребят, с вами Мстерманик, и я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, и сегодня у нас наконец-таки свершилось, наконец-таки я дождался, когда мне на спецак выдадут новое устройство, которое можно получить будет из челленджа, пока что ни у кого этих устройств нету, и я спешу для вас быстро, максимально, максимально я повторюсь, быстро записать видеоролик с вакуумными снарядами. Это устройство на гром, которое наносит безумно большой сплэш-урон, и мне сегодня очень сильно хотелось бы посмотреть, что же покажет это устройство в рамках матчмейкингового боя. Я надеюсь на то, что результат будет очень хороший, очень контентовый, и мы вместе с вами быстро сейчас запикаемся в бой, и в рамках одного матчмейкингового боя, в рамках одной каточки, постараемся реализовать, посмотреть и убедиться, то нагибает ли новое устройство вакуумный снаряд, которое будет у нас... Выдано за танкофонд, если не ошибаюсь, за 12 миллионов. Поэтому давайте пикаться. Сразу, конечно же, надеюсь на вашу активность, надеюсь на лайкозавры, на контентик в этом плане, за скорость, как минимум за скорость. Поэтому, чуть-чуть, туда-сюда, надо обязательно поддержать. Так, ну и запикиваюсь я в осаду. Осада, как по мне, это, наверное, лучший режим, в котором можно пробовать реализовать этот гром. Сплэш-урон повышен, если я не ошибаюсь, в 200%. То есть, наша задача, это либо находить кучу танков рядом, и то есть, мы по первому танку стреляем, по нему проходит обычный урон, и по тем танкам, которые находятся рядом, по ним проходит повышенный сплэш-урон с повышенным уроном. То есть, это должна работать примерно так. Ну и плюс, от всяких стеночек, домиков, пограждений, у нас также повышенный урон. Единственный минус этого устройства в том, что у него шанс критического урона супер маленький, но, в принципе, по-большому мне этот крит-урон-то и не нужен на громе, он не так сильно роляет. Так что, ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, начинаем смотреть, офигеть. Я дал 1800 по первому типу, а по второму залетело 4200, но это неплохо. Главное, чтобы еще этот сплэш-урон был... Был большой, а он большой. Офигеть, нифига расстояние берет. Хорошее расстояние берет сплэш. А если я, например, буду накидывать по тиммейту, и от тиммейта... Ой, от тиммейтов тоже идет. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, как же жестко можно реализовывать это устройство. Обычный урон 900, но если стрелять по стенкам, по тиммейтам, то это начинает выходить на совсем другой уровень. 1700 по-молодому залетело. 4000 с флэшом! Сюда урончик! Шарик залетает от противника. Ну да, здесь осада суперкруто будет смотреться. И если с гиперскоростными снарядами, не помню, как оно, с гиперскоростными снарядами, да, вроде оно так называется, вам нужно стараться держать расстояние, то здесь вы можете даже ехать в упор. Главное, чтобы с флэшом были танки. Рядом ептить! Куда ты, Вася, тушишь? Офигеть! Там такие сочные цифры залетают. Если бы сейчас наши тиммейты еще бы точку бы придержали, там бы вообще можно было бы супер жестко набемсить. Но ладно, окей. Так, смотрим, где у нас точка. Точка у нас правая. И мы ждем противников. Мы ждем противников, и желательно как можно больше рядом. Как можно больше рядом противников, чтобы у нас было. 1200 по одному. Ой-ой-ой, от одного. Ой-ой-ой-ой-ой, пошел движ, пошел, пошла движуха. Так, главное, чтобы сейчас меня... Ну ладно, окей, если даже сливать, ничего страшного. Сейчас вот надо, чтобы противники подъехали к этой точке. Я чуть возьму средние дистанции. И попробую вжать овердрайв, посмотреть, что по цифрам будет. Ну давайте примерно так возьмем. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой, по 3000 вкусно, 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 очень хорошо. Ой, семерочка контентовая залетела. На движ, париж. Ну вот это то устройство, которое я реально на грамме хотел видеть. И хотел видеть давным-давно. Вот с таким сплэшом можно делать грязюлю контентовую. С таким сплэшом игра становится совсем на другом уровне, поверьте мне. Тут уже совсем другая движушечка. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Страшно, страшно, страшно. Что делает этот игром? 3,700 от стеночки. Так, хочу сплэшом дать в землю. Блин, в землю давайте или в стеночку. Ой, хорошо, тыщеночка всего лишь? 1100. А что так мало? Не понял я. По идее, должно было побольше залететь. Но овердрайв даже копится супербыстро. Уже 60% есть. Неплохо. Так, ну и давайте пробовать здесь накидик какой-то оформлять. По двум молодым малах. По двум еще молодым бах. Так, и теперь контролим точки. Посмотрим вообще сколько мы за... Даже в начатую катку, то что я запикался, ничего страшного. Посмотрим сколько мы в рамках этого боя сумеем здесь поднять. Я надеюсь, что это будут вкусные, приятные циферочки. Так, сплэшом двоечку контента выдаем. Так, здесь в стеночку. Нет, можно по противнику в принципе. Я вот думал, что вдруг оно будет не работать так, что по противнику бьешь и по тиммейтам бьешь. И типа не проходит дополнительный сплэш урон. Но он проходит, и это меня очень сильно радует. По дрону, кстати, если вдруг кто не знает как он называется. Дрон мы сегодня используем гиперион. Как по мне, лучший дрон, который есть на сегодняшний день. С которым можно комфортно играть практически на любом вооружении. Поэтому если вы вдруг еще не знали об этом дроне, то обязательно берите себе на заметочку. А я тем временем прожимаю овердрайв и пытаюсь просто накидывать урон куда-нибудь, лишь бы чтобы попадать. Этот гром мне напоминает старый магнум. Помните, когда можно было просто по стенкам стрелять и наносить безумно большое количество урона за счет сплэша. Так вот, с этим громом можно с овердрайвом викинга делать примерно то же самое. Примерно столько же урона он будет наносить от стенок. И там даже особо целиться не надо. Вы просто начинаете накидывать и задамаживаете очень сильно противника. Ну и плюс, нужно понимать, что обычный-то урон у него не пофикшен. То есть вы на обычном уроне наносите тоже по 900-ке. Только вот единственный минус это то, что у вас нет дополнительного критического урона. Но и так крит, я бы не сказал, что он на громе жестко решает. Поэтому здесь даже без крита можно себя комфортно чувствовать. Ну и мне еще повезло, что здесь особо большого количества резистов нет. Если было бы больше резистов, возможно было бы потяжелее. Но резов нету, как говорится, и хорошо. Так, полторушка залетает. Здесь по противнику можно бы как-нибудь и от стеночки дать. Хорошо, полторушка вкусная. Есть контактик, хантер с овердрайвом. Так, наносим. Ой, хорошо, два молодых сразу улетело. Здесь еще два. Два, нет, не подъехали. Так, там четыре танка в одной точке. Давайте-ка мы овердрайв прожмем, чтобы их унести. При том, что это получилось... Ой-ой-ой, 6000. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ой, от стеночки по 2000. Ну блин, ну сказочка. Просто сказочка. Ну что же делает этот громчик? Ну какой же он аппетитный. Ребята, если вот вы еще после вот таких устройств не купили танкофон, в котором уже 15 миллионов на момент выхода этого видеоролика, я надеюсь, что у нас пятнашка уже есть, то вы очень многое теряете. Помимо броненосца и кризиса, такие сочные устройства. Я очень сильно надеюсь, что их, если и занерфят, то не занерфят быстро. И каждый из вас сможет насладиться и поиграть на таких приятных, хороших устройствах. 4-2 по точкам, у меня уже 1000 очков. Уже 1000 очков, молодые люди. Я еще 7 минут здесь должен играть. А это значит что? А это значит то, что мы вместе с вами еще здесь можем набрать неплохое количество очей. Поэтому работаем, ребяточки, работаем. Титан прожимает вражеский купол. Это, конечно, плохо. Но я надеюсь, что мы успеем дотянуть до того тайминга, когда он пропадет. И еще побороться за эту точечку. Так, купол уже должен пропадать. Уже должен пропадать. Но теперь надо страховочку, страховочку! Хотя бы кто-то. Придержи, придержи, придержи. Офигеть, шар какой был плохой. Нашего тиммейта. Так, 90% есть овердрайва. От стенки можно вот сюда дать. Плюс-минус. А, мы уже слили. Хорошо, ничего страшного. Так, пробуем туда в стенку. Тысяча урона. Не так много. А, там резист. Нет, это хороший урон. Поручий, хороший. Тысяча порезу, это вкусно. Это всегда очень хорошо. Так, у нас есть овердрайв. Мы долго церемониться здесь не будем. Сразу же вжиматор делаем. Хоть и не так много урончика, но лучше быстрый овердрайв, чем супер долго ждать и все равно его вкусно не реализовать. Так, отлично. Тиммейт накидочку делаем. И теперь какую-нибудь... А, нет, стеночку не нашел, к сожалению. Так, попробуем вот этой. Хорошо, полторундель. Хорошо, полторундель. Порезику. Порезу полторундель. Ну, что может быть лучше? Порезу, когда вы полторушечку даете, который еще и с дряжкой. Ну, это очень вкусно. 3 500 только что залетело, по-моему. То есть, X2 урон. Просто X2 урон дает этот гром. 1300 очков. 5 минут до конца. Мы уже 5 точек здесь взяли. Этого молодого, ладно, добьем. Так, пробуем сейчас что-нибудь от стены какой-нибудь дать. Оп, хорошо, полторушка. Так, и быстро газуем к точечке. Так, стеночку. Хорошо, чуть-чуть дали так урончика аккуратного. И еще по стеночке. Так, чтобы не расслаблялись молодые люди. И добавочку, и добавочку. Так, 4 минуты до конца. Блин, как же плохо, что мы 4 точки уже захватили. Здесь был бы у меня отличный шанс. Попробовать добраться до... До... Двух тысяч. Так, накидка. Хорошо. Еще. Нулевой урон. Пропадет? Блин, лучше бы я по нему не бросал, если честно. Вот кинуть по кому-нибудь другому урон. И спокойно его уничтожить. Так, ну что? Полторы тысячи! 4 минуты до конца. За 10 минут полторы тысячи на этом грамме. Офигеть. Просто офигеть. Если наши тиммейты еще сейчас точку быстро не захватят. И мы эти 4 минуты здесь поиграем. Сейчас сделаю 2000 очков. Но это будет очень, очень серьезный результат. Это будет прям бомбический результат. И вот так вот вы можете накидывать. Вот так вот вы можете накидывать. Вам не нужно стрелять по противнику. Вам надо стрелять рядом с противником. Чтобы наносить максимально большое количество урона по нему. К этому надо просто привыкнуть. И тогда вы будете максимально жестко реализовывать это устройство. Ну, сказка. Просто сказочка. Просто сказочка. Я не ожидал такого устройства. Увидеть в нашей игре от слова совсем. Ну, а если она уж появилась в танкофонде. То я думал, что это устройство будет реализовать потяжелее. И работать оно будет хуже. Но то, что оно показало в рамках этого боя. Это безумно крутой результат. И это очень, очень, повторюсь, хорошее устройство. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Если вы вдруг еще не купили танкофон. Обязательно купите его. Хотя бы ради этого устройства. И вам нужно понимать, что это только одно из четырех устройств. У нас есть Гелиус. Которым видос я, кстати, уже выложил. Есть вакуумные снаряды. И есть еще два устройства. Одно на Скорпион. И одно на Теслу. То устройство на Теслу. Поверьте мне. Оно должно показывать тоже очень и очень жесткий результат. Поддерживайте видос лайком. Подписывайтесь на канал. Если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну и не забывайте поддерживать меня. Если у вас еще вдруг нет тега создателя контента. Нажимайте аккаунтик. Ставите мой личный тег, тег Тимп. Здесь. В настройках игры. Поддерживайте меня. И участвуйте в розыгрыше. На 1 миллион кристаллов и на 20 тысяч танкоинов. Все информации по розыгрышу есть в описании. Но у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok